То есть помимо квалификации говорящего, помимо квалификации человека, который выполняет роль учителя, есть также квалификация ученика. Потому что представьте себе, если я сейчас буду сидеть, и мне всё будет обидно. Обидно, что я сижу не на первом ряду, а на десятом. Обидно, что вообще, что такое вообще, какой-то звук не тот или ещё что-то. Скажите, пожалуйста, вот если я в таком настроении сижу, или я сижу в раздражении, или я сижу, а сама на самом деле переживаю, что там происходит с моими близкими, с моей родственниками. Вообще муж меня отпустил или не отпустил, я так и не поняла вообще. Сейчас я приду, и у меня будет скандал. Скажите, пожалуйста, я способна буду изучать что-то? Нет, мне нужно сначала... Есть такое понятие фигура и фон. Вот в зависимости от того, что в данный момент времени является вашей фигурой, да, вот там и есть ваше сердце, там и есть ваше внимание. Всё остальное является фоном. Например, если вы приходите на застолье, и вы очень сильно хотите пить, что будет фигурой на этом столе? Вода. То есть вы хотите пить. Вот какая-то странная заявление. Я как-то по Фрейду опущу это. Вот. То есть вода, потому что вы хотите пить. Ну а если вы, например, проголодались, целый день не ели, что у вас будет в фигуре? И что фоном? У вас будет еда, мало того, ваша любимая. Правда же? То есть вряд ли это будут сладости с самого начала. Но по мере насыщения, по мере того, что вы жажду ударили, вы поели, что самое удивительное, вдруг салаты пропадают как будто бы со стола, вы их перестаёте замечать. Но что начинает выделяться? Какие-то сладости, да? Что-то вам становится интересным. И поэтому человеку очень важно понимать вот эти процессы, происходящие у него внутри. Итак, сейчас вы на семинаре, и значит фигура, что должно встать у вас внутри? Интерес, сосредоточенность, вот все те качества, о которых вы до этого говорили. Вот. И сейчас вам нужна открытость и доверие говорящему, потом вы это перепроверите внутри себя. Но если вы будете каждое слово подвергать такому, знаете, есть такие люди, они очень сомневающиеся и очень-таки недоверчивые. И что бы ты ни говорил, они уже так на тебя смотрят, но неизвестно ещё, а с чего это вы взяли. То есть если я в таком настроении нахожусь, скажите, пожалуйста, что является фигурой в данный момент времени в уме у этого человека? Фигура является моё убеждение. Я всё сравниваю со своим убеждением, и всё, что мне это как убеждение моё, нет, я это отбрасываю. Скажите, пожалуйста, есть ли тогда возможность развиваться? Нет, вы общаетесь со своим собственным умом хронически. Альберт Эйнштейн сказал очень интересную вещь. Беда современного человека заключается в том, что он хочет решить проблему при помощи того же самого ума, который их сотворил. Если я буду общаться со своим умом, я потом сделаю всё то же самое, что он уже до этого сделал, правильно? Поэтому мне нужно взгляд со стороны. Мне нужно услышать что-то такое новое, интересное. Я потом могу это с этим и сделать. Но для начала есть такое понятие в психологии – оптальма. Состояние оптальма – это состояние белого листа, на которое я позволяю записывать всё. Потом, будучи человеком разумным, я буду это смотреть, буду сверять с чем-то, буду спрашивать, буду интересоваться, могу сомневаться и так далее. Но для начала я должен это услышать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова